Соответственно, когда ты приезжаешь в Ташкент, ты должен обязательно пройти по Арбату. Здесь вот площадь Амера Тимура, гостиница Узбекистан. И ты вот здесь остановишься в гостинице Узбекистан, и ты прямо проходишь и попадаешь прямо на центральную улицу. В Москве тоже есть Арбат, который тоже свой. Арбат или Братвей, господи, Братвей, извините. Я уже давно в Ташкенте не был, поэтому книги, побожки делайте, пожалуйста, Братвей. Ну и вот, собственно, вот так все здесь выглядит. Да, здесь когда-то проходило мое детство. Привет. Так что идем, смотрим. Где вы увидите, что есть столики для игры в настольный теннис. Вот, пожалуйста. До сих пор такое есть административное какое-то здание. Здесь, соответственно, здесь тоже. Ну, пожалуйста, можно поиграть в настольный теннис, если вы хотите вспомнить, как это было. Ну и вот это просто пешеходная улица. Гуляете здесь, хотите мороженое, хотите покидайте кегли, банки, баскетбол. Вот, пожалуйста. Ну, короче, все развлекухи, как помните, в советское время было. Тигр, пожалуйста, вам. Вообще, все, что ваше душе угодно. Ой, да. Я прям как-то окунулся прямо в детство. Знаешь, прям вспоминаешь, как это было. Кстати, друзья, здесь есть кока-кола в оригинале. Если хотите покушать, попить, кстати, я вам сразу хочу сказать, никогда не запивайте кока-колой, фантой, всю еду, которую вы, например, хотите попробовать. Потому что, ну, все-таки для желудка это немножко вредновато. Лучше попейте зеленый чай. Вот. Еда на каждом шагу. Фастфуд здесь вот такой вот. Вагончики такие. Пожалуйста. Турецкая кухня. Вот. И, как вы хотите, там вот тоже парк. Я помню, мы там тоже гуляли по молодости лет. Капиталбанк. Поход делан здесь на каждом шагу. Он везде здесь. Одним словом, если вы собрались в Ташкент, обязательно прогуляйте здесь. Потому что здесь стоит один раз просто хотя бы пройтись. Прогуляться вот это. Посмотреть надо всю атмосферу. Ну, по крайней мере, мой вам совет. Эта улица достаточно короткая. Поэтому займет это вас прогулка очень-очень мало времени. Кстати, кока-колы и бутылки стеклянные надо лучше им сдавать. Насколько я помню, чтобы мы его не просят их сдавать. Я, конечно, не знаю. Могу ошибаться. Но, тем не менее. Здесь как-то вот за стеклом тоже следят. Насколько я помню. Сейчас не знаю, изменилось все или нет. Но раньше такое было. Просили, чтобы стеклянные бутылки оставляли. Смотрите, вот вам армяне бутик здесь фирменный. Вот. Ну, здесь, наверное, скорее всего, заряженные бутики. Если кто любит и кто хочет поискать брендовые вещи. Если для кого-то это прям вот нужно, здесь она есть. Не знаю, насколько полный в объеме или нет. Но, тем не менее. Хот-дог. Давно не видел. Ну, вот. Есть Маша. Спасибо. Вот. Макс Мара. Ничего себе. Кстати, когда я здесь жил много лет назад, я помню, когда вот это здание возводили. Но это было 20 лет назад. Вот. Я здесь, можно сказать, давно опять же не был. И я помню, как вот это здание восстанавливали. Здесь был большой, большой пустырь. Вот. И здесь ничего не было. Ну, и вот потихоньку вот это здание восстановили. Вот. Давайте пройдем и посмотрим, что здесь. Кто любит искусство, живопись, пожалуйста, можете купить картину. Местных художников. Ну, и вот здесь тоже у нас. Кстати, знаете, ничего не поменялось. Все, как оно было вот здесь, так оно и осталось. Вот если так я вспоминаю. Вот это все раньше было. Старые самовары вам, пожалуйста, вообще-нибудь. Ряд, какой хочешь. Ну, при желании все можно купить. Блин, картины вообще просто офигенные. Много чего можно с собой увезти, если вам, конечно, этого хочется. Но всегда там тоже интересуетесь, можно ли это вывозить. А то вы купите, а вывезти не можете. Ну, вот, собственно, все. Вот тут у нас парк, насколько я помню, был и есть. То есть, там фонтан. Давайте я пройду и вам быстренько тоже покажу. Вот видите, фонтанчик. Очень много фонтанов тоже, кстати, в городе. Поэтому, хотите, пройдитесь фонтаном. Кстати, вот то здание я тоже помню, что там его, когда-то его строили. Но вот уже его построили, да. То есть, уже помню, что его начинали строить. А вот что там, я уже, честно говоря, не помню. Но я до туда не пойду. Поэтому я вам показал сейчас эту всю бродвейскую часть, где, как правило, вечерами народ тусит и гуляет. Так что вот такая вот прогулочная улица.